Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. С томлением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 15 февраля. Стретение Господа нашего Иисуса Христа. Это принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа и его родителями. Она состоялась на 40-й день после Рождества. Родители отнесли его в храм, чтобы посвятить Богу. Этого момента ждал старец Симеон. Он знал, что будет жить до тех пор, пока не увидит Спасителя. 300 лет он ждал и вел скромную, богатестивую жизнь. И пророчество сбылось. Он взял Иисуса на руки, провел необходимый обряд, отдал родителям и умер. В народе этот день считают днем первой встречи весны. Наступают сретенские морозы. Они считаются последними. На сретене вечером было принято делать заговор на солнце. Солнышко-ведрышко, выгляни красно из-за горы. Выгляни на солнышко до вешней поры. И если оно перед закатом проглянет сквозь облака, это означало, что прошли последние морозы. Если же оно не покажется, ожидая сильных власевских морозов. Это 24 февраля. Особо заботились в этот день о домашней скотине, птицах, запасах зерна и плодовых деревьях. С этого дня начинают откармливать домашнюю птицу. Кормят кур овцом, приговаривая. Корми кур овцом, весной и летом будешь съесть цом. На сретене не следует отправляться в дальний путь. Снег кое-где уже стаял и сани не поедут. Приметы. Если в этот день капель – это к урожаю пшеницы, а ветер – к плодородию фруктовых деревьев. На сретене небо звездное, зима долгая. На сретене солнце идет на лето, а зима на мороз. На сретене цыган шубу продает, мол, тепло близко. Если же была оттепель, это предвещает худую и гнилую весну. Если была метель, то это предсказывало, что весна задержится больше, чем обычно. Закончится корма для скота. На сретене в храмах зажигали специальные свечи – громницы. Пламя от этих свечей защищает дома от пожаров и нечистые силы. Облегчает страдания умирающих людей. Освещенная на сретене вода лечит многие болезни. Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. О чем бы я хотел с вами кратенько поговорить – это о том, что я смотрю YouTube, люди мечутся, вот там что-то там такое хорошее. Вот эта система, допустим, йоги хорошая, вот эта система сыроедения, это вегетарианство, это, допустим, там, ушу и прочее. То есть, примерно, знаете, как в религии, а чья религия лучше существует? И христианство, и буддизм, и ислам. И многие-многие там другие, там, религии существуют. Вот какая из них лучше, что, чё, как, в чём там совершенствоваться? Такие споры. То же самое. А какая борьба лучше? Ага, там, кунг-фу, ушу, там, допустим, бокс, самба, или ещё там какие-нибудь, там, вольная борьба, классическая борьба. И так далее, так далее, так далее. То есть, и вот таких вот видосов, в плане, а вот этот рецепт, допустим, от бронхиальной астмы, а вот то, а вот всё, а пятое, десятое, и тем более в системах самосовершенствования, огромное количество, насыщенно. Как лучше бивен накачать, вот так его накачать, или вот так его накачать, сколько подходов, сколько повторений, стоит там, что-то там есть, не есть. Что я вам хочу сказать, как человек, который, который варился в этом деле и продолжает вариться. В любом случае, в любом случае, для того, чтобы достичь успеха, знаете, одно дело там можно перебирать, а это лучше, а это хуже, а это чем-то, важно определиться и работать. Работать, работать и работать. В выбранном направлении. То есть, идёт наработка. Да, вы знаете, что это работает вот так вот, вот всяк вот, вот так вот. Далее, остаётся просто-напросто следовать этому регулярно, методично, целенаправленно. Строить вот этот вот замок самосовершенствования, который вы хотите сделать. И не важно, какая система, какая религия и какой рецепт, важно ваше участие в этой работе. Будет оно. И чем больше этой работы вы проведёте, желательно с умом провести ещё всё это, а не просто так на сколько. Значит, такой будет и результат. Поэтому определитесь, что вы хотите от себя, от жизни. И дальше надо работать. А не болтаться, знаете, вот тут там, по интернету, по этому, ютубу и прочим этим соцсетям там. Вы смотрите, то есть, человек распыляется. А тут он на кулу посмотрел, на 20 метров. Там он посмотрел, грубо говоря, какой-то там бой. Тут ММА, кто-то с кем-то. Тут сильный удар засветили. Там голые там титьки, попа и прочее, прочее. И думаете, что вот вы как-то это стали лучше, стали духовно просветлённее. Поэтому, вообще-то, советы давать неблагодарное дело. но смотря на вот этот весь интернет, ютуб, я в основном на ютубе. Не говоря уже о тиктоке там. То есть, вот, не понимая ни своей цели, ни своих жизненных задач, люди там мечутся по этим всем. В итоге, только растрачивает свою собственную жизненную энергию на разного рода любопытные вещи. ничего особо не получают. А коли вы определились, и судить о том, это лучше, это хуже, работайте в этом выбранном направлении, и оно покажет, что, что оно стоит. Вот об этом я хотел бы с вами поговорить сейчас. Сейчас.